В этом видео настройка личного кабинета для клиентов вашего интернет-магазина на WooCommerce. Личный кабинет или профиль по-другому, как это реализовано, то есть как это вывести в меню, также посмотрим. На странице профиля человек может видеть такие вкладки, как логин и пароль выйти с сайта, разлогиниться, он может видеть свои заказы, тут же видеть дату, когда он купил, в какой статус у этого заказа, сразу просмотреть этот товар, то есть позже зайти в свой кабинет и посмотреть свои товары. Дальше загрузки, если есть у вас цифровые продукты для загрузки, после покупки тоже просмотреть. Прикольная вкладка адрес, человек в своем личном кабинете заполняет адрес доставки и платежный адрес, но это все, что связано, то есть город, если он не меняется, то есть он заказывает все время на один и тот же адрес, город, регион, индекс и так далее, когда здесь на этой вкладке пользователь это заполнит, то при заказе следующего товара ему не придется каждый раз это заполнять на странице оформления заказа, то есть он очень быстро сможет оформить следующий товар. Дальше профиль, изменить свой пароль, сможет имя и так далее, выйти с сайта. Это урок номер 9, меня зовут Федор Васильев и давайте подробно разберем эти настройки. Итак, на нашем магазине сейчас есть только вкладка магазин, которую мы с вами реализовали в прошлых видео, как здесь реализовать личный кабинет. Мы с вами просто переходим в внешний вид меню, сначала нам нужно вывести его на сайт как меню. Здесь вы нажимаете все, если вы не смотрели мои предыдущие уроки и совсем новичок и не знаете, как создается меню, смотрите просто предыдущие уроки. При создании установки WooCommerce на движок WordPress, WooCommerce автоматически вам будет устанавливать вот такие вот страницы. Мы здесь видим с вами мой аккаунт, ставим птичку и добавляем в меню. Также, если вы хотите сделать какие-то подпункты, типа выйти с сайта, забыли свой логин и пароль, чтобы человек мог восстанавливать и другие вкладки, все просто, вы просто смотрите. А вы можете перейти вот сюда еще, видите, вкладка WooCommerce. Здесь тоже есть заказы, загрузки, адрес, профиль, выйти. Скажем, давайте добавим профиль еще в меню и добавим выйти с сайта и забыли свой пароль. И это можно сделать подпунктами меню у основного меню мой аккаунт. Просто я зацепляю левой кнопкой мыши, перетягиваю вправо и отпускаю мышь. Таким образом, это вкладки будут подпункты меню основного мой аккаунт. Нажимаем сохранить меню. Давайте проверим, идем на сайт, обновляюсь. То есть, появляется меню мой аккаунт, при наведении появляются дополнительные пункты. Сначала кликаю на мой аккаунт. Вот разберемся. Сейчас я авторизован как администратор на сайте. Соответственно, я нажму сейчас выход, чтобы показать вам, как это будет выглядеть, когда человек вам только что зашел. То есть, человек может зайти, он видит поле для авторизации, но я считаю, что для магазина обязательно должна быть регистрация на сайте. В данном случае, вот здесь должен быть блок регистрация на сайте. Его здесь нет. Этот блок нужно включить на сайте. Чтобы добавить возможность регистрироваться на странице профиля, вы заходите в e-commerce настройки. Дальше вы переходите в учетки и приватность вкладка. И здесь ставите птичку. Разрешите пользователю создавать учетные записи на странице «Моя учетная запись». Ставите птичку и не забывайте нажать «Сохранить изменения». После этого на сайте разлогинитесь и увидите вот такой вот блок регистрации на сайте. Здесь человек пишет email. Сразу покажу, как это работает. Нажимает «Регистрация». Человеку на почту приходит вот такое вот красивое письмо. В e-commerce сам создает пароль уникальный для каждого нового клиента. Вот сейчас вы видите здесь этот пароль. И логин, вход на сайт он делает из вашего email, который вы указали. Часть email будет логином для входа на ваш сайт интернет-магазина. Также при заказе товара будет приходить уведомление на почту. И администратору сайта будет приходить похожее письмо только с заказом, что на его сайте был создан новый заказ. Вот так в принципе просто и легко вы создаете и выводите вот такую страницу с полезными вкладками. Там, где человек может заполнить профиль, адрес. Вот так это выглядит незаполненно. Человек заходит, заполняет все данные и заказывает товары. Смотрите, как это будет, когда человек заполнил все данные. Сейчас я покажу вам на своем другом демо-сайте. Вот адреса, платежный адрес и адрес доставки у меня заполнен. И дальше я иду в магазин, например, хочу что-то заказать. В корзину, оформить заказ. То есть вот эти данные, чтобы я не заполнял, я лишь выбираю, например, бесплатная доставка и оплата при доставке. Пожалуйста, введите адрес доставки. Давайте посмотрим. У нас с вами все в принципе введено, кроме России. Страна. То есть почему-то она не подставляется. Я не знаю почему. По идее здесь шаг вот этот, видите, все заполнено у нас. То есть вот эти все данные, они заполняются как раз из профиля. Должны работать так, по идее. И только когда я России указал, спасибо, ваш заказ был принят. В любом случае это упрощает все. Обязательно я считаю, что в магазине должны быть такие опции в моем аккаунте, где человек заполняет однажды все свои платежные адреса, адресы доставки, чтобы не заморачиваться каждый раз. То есть если он несколько раз будет заказывать с одного магазина, то это, конечно, очень правильно сделано. Думаю, в этом видео все. Я хотел показать, как это выводится в меню, как это настраивается. Настроек, по сути, особо так и нет. Мы просто выводим пункт меню, и он уже работает. Субтитры сделал DimaTorzok